Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своей очередной покупкой на рыболовную тематику. Это катушка модели DIA DELI DK2000, которая по сути точно такая же как и модель 3000, которую я обозревал ранее на канале. Но все же посмотрим, может есть какие-то различия. Покупал катушку я как всегда в магазине Gearbest. Цена с учетом поинтов составила 6,42 доллара. Доставка как всегда новая почта, 12 дней и посылка у меня. Катушка имеет, как я уже сказал, размер 2000 и теперь пришло время распаковать нашу посылку. Комплектация стандартная. Это катушка, одна алюминиевая шпуля и картонная коробка с инструкцией на ней. Теперь немного характеристики катушки от производителя. Передаточное число 5,2 к 1, материал пластик и металл. Вместимость шпули 190 метров лески диаметром 0,25 и 100 метров лески диаметром 0,32. Количество подшипников 11. Вес катушки 256 грамм. В комплекте идет всего одна металлическая шпуля. Давайте посмотрим на нашу катушку. В принципе, как я и ожидал, катушка точно такая же, как и ее модель 3000, которую я обозревал ранее. На буртике шпули вы видите золотистое напыление из нитрида титана или просто его имитацию. Сама шпуля изготовлена из алюминиевого сплава. Обработка хорошая, заусенцев нет. Вот здесь можно увидеть параметры лески. Ролик лесоукладывателя имеет форму усеченного конуса. Крутится достаточно легко. Душка тоже имеет декоративное покрытие. Работает четко, без заеданий. Ход катушки плавный и мягкий. Люфтов практически нет. Имеется мгновенный стопор обратного хода. Вот здесь он находится. Ручка у данной катушки может складываться простым нажатием на кнопку. Это очень удобно для транспортировки. Кнопка ручки изготовлена из дерева. Крутится достаточно хорошо. Тут тоже может быть подшипник. Также данная катушка будет удобна как для левого хвата, так и для правого. Потому что можно переставить ручку на любую из сторон. Здесь откручиваем и переставляем. Теперь небольшое слайд-шоу разборки данной катушки. Смазка присутствует. В достаточном количестве. Как видим, реальное количество подшипников составляет всего 4 штуки. Если принимать за подшипники простые втулки, то можно добавить еще несколько штук. Ну уж никак не 11. То есть, то же самое, что было в модели 3000. Намотку катушки можно увидеть на следующем фото. Как видим, намотка не идеальна, но можно немного поэкспериментировать и добиться неплохого результата. Теперь плюсы данной катушки. Это легкое вращение, неплохой фрикцион, практически нет люфтов и, конечно же, цена. К минусам я отнес бы неметаллический корпус, отсутствие запасной шпули в комплекте и завышенное количество подшипников. Из всего этого можно сделать вывод, что это действительно неплохая катушка за свои деньги. Полностью выполняет свои функции, выглядит отлично. Никаких потертостей и царапин не обнаружено. И свою цену она оправдывает полностью. Кто заинтересовался покупкой данной катушки, ссылку на товар оставляю в описании к видео. Также не забываем про кэшбэк сервис, который позволяет нам экономить на покупках из Китая. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.